Привет! Меня зовут Вероника. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я возьму вас с собой в отпуск в Орландо, Флориду. Мы поедем в Акватику, Аквапарк, Гейтерлэнд и Леголэнд. А также я вам расскажу про Флориду и Орландо, и также другие места, которые можно посетить всей семьей. У американцев нет дач, и большинство из них живут в частных домах. В отпуск или для отдыха они предпочитают штат Флориду, где тепло круглый год и можно отдохнуть всей семьей. Одним из самых популярных мест во Флориде это город Орландо, столица Диснейленда и других развлекательных парков для всей семьи и всех возрастов. В 2021 году численность населения Флориды было 22 миллиона людей. В Орландо всего 310 тысяч человек. Несмотря на свою численность, в 2015 году Орландо посетило 66 миллионов туристов, а в прошлом году аж 105 миллионов. Для американцев Орландо это самый излюбленный город для посещения и отпуска. В прошлом году этот город стал первым по туризму и посещаемости в США. А также Орландо стал лидером по прибыли в 2022 году в 31 миллиард долларов. После Орландо второе и третье место заняли Лас-Вегас и Майами. Что же там такое особенное в Орландо, куда все так стремятся приехать? Главной достопримечательностью этой города является 10 парков, про которые я вам и расскажу сегодня. Здесь в Орландо очень много разных гостиниц и квартир, которые можно снять как на неделю, так и на две. Стоимость квартир и гостиниц где-то в районе 200 и 400 долларов за одну ночь. Можно, конечно, найти что-то подешевле, но и с меньшими удобствами. Нас было пятеро, поэтому мы сняли двухспальную квартиру. Там была полная кухня с холодильником, микроволновкой. Можно было приготовить и завтрак и обед и ужин, зал, две спальни, два туалета с ванной со всеми принадлежностями и полотенцами. В каждой душевой предоставлены жидкое мыло, шампуни и кондиционеры. В этой квартире есть балкон, а также стиральная машина, сушилка, гладильная доска и фен для волос. В таких гостиницах обычно очень много развлечений для всех и для взрослых и для детей. Из-за большой конкуренции эта гостиница Мэри Ад пытаются вас развлекать и днем, и ночью. На ее территории несколько бассейнов, разные горки для детей и бассейны обычно с подогревом и теплой водой. Также есть джакузи, в которых горячая вода и можно согреться, если вы совсем замерзли. И даже вечером допоздна дети купаются и плескаются в воде. Находясь в центре Орландо, вы совсем недалеко от всех парков и других развлечений. Однако очень многие остаются просто в гостинице целую неделю, чтобы отдыхать прямо здесь. Здесь можно и в гольф поиграть, и также в баскетбол, миллиарды, пинг-понг и многое-многое другое. На гриле можно приготовить как стейк, так и шашлык. Территория гостиницы достаточно большая и для всех есть место. Температура воздуха может достигать до 35 градусов в день, и поэтому очень много людей предпочитают охладиться или искупаться в бассейне. А теперь я вам немножко расскажу про парки. Всего их в Орландо целых 10. В Disney World есть 4 парка от Major Kingdom, Animal Kingdom, Hollywood Studios и Epcot. В каждом парке можно провести целый день. И билеты в парк тоже достаточно дорогие, где-то по 200 долларов на человека за один день. Помимо Disney World, а также есть Universal. Три парка Universal. Это Universal Studios, Islands of Adventure и Volcano Bay. Еще есть SeaWorld парки, которых целых 11. Но в этой области, в Орландо, есть SeaWorld, Discovery Cove, Акватико. А также еще в Tampa Bay, который где-то час езды от Орландо, есть Adventure Island и Bush Gardens. Все парки посетить просто невозможно за одну неделю, поэтому очень многие американцы возвращаются сюда каждый год. Один из первых парков, которые мы посетили в эту поездку, это была Акватико. Акватико – это аквапарк для всех. Здесь можно искупаться и покушать. Я специально хочу вам показать эту карту, на которой нарисованы все развлечения этого парка. Здесь можно провести целый день. Этот аквапарк был построен 15 лет назад. Парковка в парк стоит приблизительно 35 долларов США. И билеты в парк стоят от 50 до 100 долларов в день на человека. В парке много разных водяных горок, хотя и нужно стоять в очереди достаточно долго. Есть и обычные бассейны, в которых сделаны искусственные волны. И детям это очень интересно. В аквапарк всегда много приходит людей. Из-за этого лучше всего кататься на горках либо при открытии парка, либо в конце дня, когда людей меньше. Очень много детей, подростков и взрослых катаются на таких горках. Но так как я не люблю высоты, для меня ленивая река – это в самый раз. Можно одеть специальную жилетку, которая будет держать тебя на плаву, а искусственно созданное течение будет нести тебя по реке. Редактор субтитров А.Семкин Не забудьте лайкнуть это видео и подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски. На этой водяной горке можно увидеть разных рыб и даже акул под водой. Следующий парк, в который мы поехали, называется Гейтерлэнд. Там разбудят разных крокодилов с 1949 года. Этот парк построили одним из первых в Орландо. А вы знаете, чем отличается аллигатор от крокодила? Например, вот это крокодил, для того, что у него более острый нос. А тут плывет аллигатор, и у него более круглый нос. Совсем недавно в южной части Флориды увидели огромного аллигатора, который переходил дорогу прямо в жилой части города. На юге Флориды очень много живет разных и крокодилов, и аллигаторов. Они могут жить как в пресной, так и в соленой воде. Во Флориде около 100 озер и совершенно плоская поверхность земли. Поэтому им там передвигаться и жить очень благодатно. Водоемы, каналы, болота. Вода во Флориде везде. И целый год теплая погода, особенно в южной части Флориды, там, где они обитают. В этом парке есть также небольшой зоопарк, где можно покормить разных животных. Здесь же продают еду и для крокодилов. Если вы хотите, то можно купить мешочек с едой, покормить их прямо в пруду. Здесь также есть и белые крокодилы, которые просто спят на солнышке. Эти экзотические птицы сидят просто так на жердочке и не привязаны ни к чему. С ними тоже можно пообщаться. Одно из самых удивительных зрелищ в этом парке – это кормление крокодилов сырой курицей. Определенное время собирается много народу, и они делают целые соревнования для крокодилов и аллигаторов, чтобы те подпрыгивали и доставали эту курицу. Я постаралась снять это зрелище с разных ракурсов, чтобы вы могли посмотреть, как это все происходит. А вот и мой сын Виктор. Даже у меня само несколько раз сердце уходило в пятки, глядя на то, как этот мужчина наклонялся к крокодилам, и они практически хватали его за руки. После этого зрелища мы можем сделать это в пятки. и мы решили прокатиться на одном из первых паровозиков в этом парке. Паровозик проезжает через весь парк и рассказывает историю разных животных и как они проживают во Флориде. Помимо крокодилов здесь можно посмотреть и других обитателей, таких как разных пауков, змей, и даже их потрогать и посмотреть поближе. Хоть они и выглядят мягкими и безобидными, мне их трогать совершенно не хотелось. Нам также рассказывали про разных змей, откуда они, ядовитые ли они или не ядовитые. После шоу есть возможность и сфотографироваться с крокодилами или змеями. Из всех крокодилов, которых я видела в этом парке, больше всех мне понравились белые крокодилы, они как будто не живые. Еще один парк, в который мы сегодня поедем, это будет Лего Лэнд. Лего Лэнд находится где-то в часе езды от Орландо, Флорида. В этом парке все сделано из лего. И как вы видите по карте, парк достаточно большой. В конце парка находится аквапарк. Мы сюда приехали только на полдня и думали купить билеты только в аквапарк, но так у нас не получилось, потому что, чтобы попасть в аквапарк, нужно пройти через весь парк и посмотреть все его достопримечательности. Мы этого, конечно, не ожидали, но парк нам очень понравился, потому что там сделаны макеты целых городов, движущие машины, даже звуки, как будто люди кричат «Ура!». Целые сцены и макеты разных представлений. А сейчас вы слышите звуки из Лас-Вегаса. Тут построен целый Лас-Вегас город. С казино, с людьми, даже с музыкой некоторые машины движутся. Тут можно стоять целыми часами и это все рассматривать. Если вы когда-либо были в Лас-Вегасе или, может быть, видели его в кино, то вы наверняка узнаете эти сценки, здания и вообще виды Лас-Вегасы. Если бы у нас было больше времени, то мы бы тоже покатались на разных аттракционах. Было жарко, и мы торопились в аквапарк. Поэтому прошли практически мимо всех аттракционов. Однако специально для вас я сделала видео и фото некоторых из них. Вы только посмотрите на эту машину Ford, сделанную из лего. Ну вот мы и добрались до аквапарка. А вот и ленивая река. Здесь она немножко другая. Тематика аквапарка тоже лего. Здесь разные игры для детей. Они могут собирать лего, строить города, строить корабли, машинки. Этот аквапарк похож на тот, в котором мы уже были. Хотя тематика здесь немножко другая. Как и по старой доброй традиции, я решила не пропустить этого удовольствия поплавать в ленивой реке. Мои дети целый час здесь плавали, и я пришла проверить, чем они здесь занимаются. Каждый из них нашел себе занятие по душе, пока я плавала в бассейне с теплой водой. Здесь под навесом дети строят кораблики и спускают их вниз по реке. Да и соревнуются друг с другом, чей кораблик приедет первым. По возвращению назад мы зашли в Нинджиага Уорлд. Здесь дети тоже нашли чем заняться и даже покатались на одном аттракционе. А в этом уголке сделан целый пиратский город из лего. Они вправду постарались сделать целые города, дворцы, корабли. И даже лодки и катеры, которые ездят по реке. А сейчас посмотрите вверх. Над зданием парирует целый воздушный шар. По всему парку расставлены статуи из разных птиц и животных, сценок из кинофильмов, а также аттракционы, сделанные из лего. Рядом с парком есть и гостиница Лего Лэнд Хоутел, в которой можно остановиться. Спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Не забудьте поставить палец вверх, если оно вам понравилось. А также подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски. До скорого! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok